Эти проблемы, если быть искренними, они появились не вчера и даже не позавчера. То есть эти проблемы накапливались на протяжении, наверное, последних даже двух десятков лет, потому что дефицит педагогических кадров, по крайней мере, я помню более 10 лет, и вот этот дефицит педагогических кадров, он с ним пытались мы, будучи, так сказать, в правительстве, принимать с этим какие-то меры. Мы повысили, например, пособие для молодых специалистов втрое, то есть это было 40 тысяч лей на первые три года молодых специалистов. Мы повысили это пособие до 120 тысяч на три года, чтобы молодой специалист, приехав по месту распределения, получал в каждые из этих трех лет своего, так сказать, стажа молодого специалиста по 40 тысяч лей. Это для выпускников университетов, а для выпускников колледжей педагогических это было повышение от, если я хорошо помню, а я помню, от 24 тысяч до 96 тысяч. Кроме того, я помню, что мы принимали такие меры, которые должны были способствовать более легкому интегрированию молодого специалиста в педагогические коллективы. Это очень непростой труд, он связан, так сказать, и со многими составляющими, и тогда, я помню, мы сократили нагрузку молодых специалистов от 18 до 14 часов, то есть они получали полную заработную плату, но отрабатывали 14 часов, то есть это было 75% от нагрузки.